Данил Самборский вот уже как пять лет расплачивается за роковую ошибку. В прошлом учащийся колледжа стал на скользкую дорожку. Плохая компания обернулась воспитательной колонией. Сейчас жизнь 22-летнего парня идет в нужном русле. Он изучает английский, получает средне-специальное образование и мечтает стать профессиональным спортсменом. Но самым сокровенным остается желание вернуться домой. Сейчас уже понимаю, что это были со всеми друзья, которые ребята просто решили меня втянуть, скажем так, в незаконную деятельность оборота наркотиков. На тот момент мне казалось, что это какая-то взрослая жизнь, что это будет возможность какая-то самостоятельно жить в плане финансово от родителей. Не хотелось себе в чем-то отказывать. Через некоторое время меня задержали уже и после суда я приехал сюда. Федерация хоккея осуществила мечту воспитанников колонии. Представители организации привезли для осужденных спортивную экипировку для двух полноценных команд. Шлемы, коньки, шайбы, нагрудники, клюшки. К ним куртки, перчатки, шарфы и шапки. Эти подарки от голосок визита экс-главы федерации сенатора Дмитрия Баскова. Он смотрел инфраструктуру, отметил, что условия здесь созданы на хорошем уровне. Здесь есть и баскетбольная площадка, и воркаут-зона. Также они своими силами, ребята, сделали хоккейную площадку. Зимой заливают лед, но у них не хватает экипировки. Сюда не так много людей ездит. Не так много людей проинформировано, что здесь происходит вообще. И поэтому, если удается такая возможность, то любым федерациям нужно поддерживать данные инициативы, идти навстречу, приезжать, встречаться, разговаривать. Потому что это большое дело. И вот этим детям, когда они отсюда будут уходить, им будет гораздо проще социализироваться в обществе. Бобруйская колония для несовершеннолетних – единственная в стране. Минимальный возраст осужденных – 14 лет. С этого момента в Беларуси наступает уголовная ответственность. Одна из самых распространенных причин попадания за колючую проволоку – незаконный оборот наркотиков. Цель единственная – это чтобы он, когда выйдет в условия свободы, был просто простым гражданином Республики Беларусь, человеком. И чтобы у него, как и у всех нас, все получилось. В учреждении созданы все условия, чтобы те, кто оступился, нашли себя в будущем. Здесь воспитанники колонии получают среднее и среднеспециальное образование, работают на производстве. Есть даже возможность удаленно обучаться в ВУЗе и изучать языки. Активный образ жизни – тоже часть будней. Зимой парни играют в хоккей, летом – в футбол. Ну что, два подхода и пойдем дальше заниматься? Да. Давай. И кто знает, может, совсем скоро Данила Самборского еще раз покажут на больших экранах, только уже в спортивных новостях. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова